В минувшую пятницу в ауле Блищепсин прошу тождественное мероприятие по поводу реконструкции исторического родника Апсена Цег, сыгравшего историческую роль при основании аула. На мероприятии присутствовали гости из разных уголков республики и Краснодарского края, также делегаты 6-го фестиваля адыгской культуры из Турции. С таким событием жители приехали поздравить и глава района Заур Хамирзов, начальник управления культуры Рауф Хурья, председатель общественного совета Адыгахаса района Амини Пшикуев, главы 9-ти сельских поселений района, представители духовенства Старейшины. Открылось мероприятие с исполнением гимна аула. Блищепсин, автор Амарби Кулов в исполнении детского хора Жаложи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее слово было предоставлено уроженцу аула Бличепсин, автора книги «Путь борьбы и надежды» Измаилу Кандаурову, который поблагодарил своих земляков за прекрасный повод для встречи и призвал всех не забывать свою родную землю и язык. От имени старейшин аула выступил Али Кунов. Затем слово взял глава Бличепсинского сельского поселения Юрий Шовгенов. Уважаемые жители аула, уважаемые гости, сегодня мы стоим на месте, которое олицетворяет наш аул. Место, откуда зародилось название аула. Наверное, у каждого населенного пункта есть почитаемые места, но для жителей Бличепсина почитание этого места в высшей степени безгранично. Куда приводит житель аула своего гостя, куда первым привозит невесту наша молодежь. Приводит к этому роднику, чтобы напоить чистой родниковой водой, подышать свежим чистым воздухом, набраться силой родной земли, которой пропитано это место. Люди выбирают свое местожительство, руководствуясь не только здравым смыслом, но и внутренним мироощущением. Уверен, что наши предки осели на этом месте, одухотворенные красотой здешних мест. В Абхазии есть священные рощи, где люди обращаются к Всевышнему. К нашему роднику люди не приходят молиться, но от этого он не менее значим. И наша задача, задача старшего поколения, передать подрастающему поколению тот смысл, который мы вкладываем, приходя сюда, приводя своих гостей к близкому нашему сердцу месту. К нашему роднику. Наверное, все поколения с момента образования нашего аула уделяли благоустройству родника большое значение. На моей памяти это уже вторая реконструкция. Уверен, что и подрастающее поколение будет относиться к роднику с неименьшим вниманием. Сегодня у нашего аула праздник, и в этот праздник хочу выразить огромную благодарность всем тем, которые принимали участие в реконструкции родника, кто с лопатами в руках все два года приходил на субботники, всем тем, которые оказывали финансовую помощь, той инициативной группе, благодаря которым все это начиналось. Не буду перечислять фамилии, сегодня будут о них еще говорить, но эта реконструкция вылилась во всенародную, что очень важно и на что нужно обратить внимание. И пока мы все будем вот так поддерживать друг друга, наш аул будет процветать и у нас еще будут праздники. От имени администрации поселения, от себя лично, поздравляю всех жителей аула с сегодняшним праздником и приглашая наших гостей разделить нашу радость. Глава поселения вручил почетные грамоты людям, непосредственно участвовавшим в преобразовании родника. С приветственным словом к присутствующим обратился глава района Заурха Мирзов. Когда я говорю, что это не очень важно, то есть еще одна из, что мы не знаем, которые вы дают дорожные грамоты, что мы не знаем, что мы не знаем. Немного мы не знаем, что в стране, мы не знаем. Потому что она не горожая. И она не хочет, чтобы рождения нас ухода. Героин советский восьмой, и не чтобы рождать длинный день. Потому что они не хотели. Поэтому сейчас мы хотим. И мы хотим. Вся бедная, что мы хотим. Мы хотим. Слышаться. И это будет. Как мы хотим. Мы хотим. Мы хотим. Благодарственным письмом главы района были награждены спонсоры и главные идейные вдохновители реконструкции родника. На мероприятии также выступили глава Кашхабского сельского поселения Хазрит Бурсов, председателя ДГХС Аминни Пшикуев. От имени гостей выступила Назирет Хатель из Краснодара. Она поздравила всех присутствующих с таким важным событием и вручила главе сельского поселения и эфиде, лула памятные подарки. Завершением встречи стал праздничный концерт, в котором приняли участие не только артисты нашего района, но и гости из Турции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Играет музыка 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 Играет музыка